Цикл новогодних роликов на Brainunt Японская компания Level5, не так давно анонсировавшая многими ожидаемое продолжение ролевой игры Ni No Kuni Ni No Kuni 2 Raven Heart Kingdom, готовит к выпуску еще один проект. Призванный порадовать немалое количество геймеров, передает портал DualShockers. Ссылаясь на слова президента компании Akihiro Hino из интервью представителей японского ресурса 4Games, портал сообщает, что на следующий год у разработчиков запланирован анонс продолжения некой очень популярной серии. Не вдаваясь в подробности, президент компании отметил, что в 2016 году Level5 анонсирует ряд тайтлов, которые смогут похвастаться совершенно новыми идеями. Список уже анонсированных игр компаний включает в себя Якуа iWatch 3, Fantasy Live 2, The Snack World и Ni No Kuni 2 Raven Heart Kingdom. За минувшие выходные краундфандинговая компания Psychonauts 2 достигла важного рубежа. Сумма пожертвований на разработку превысила 3 миллиона долларов и потихоньку приближается к запрашиваемой сумме в 3 миллиона 300 тысяч долларов. Впереди у Тима Шейфера и его команда остается еще 13 дней. Напомним, что для создания вторых психонавтов Double Fine Production планирует использовать не только собранные геймерами средства, но и собственные сбережения, а также дополнительное внешнее финансирование. Компания Croteam поздравила геймеров с Рождеством, фактически подтвердив работу над игрой Serious Sam 4. На странице серии в Facebook разработчики опубликовали изображение главного героя в костюме Санты и небольшое сообщение. Слухи оказались правдой, да это приквел к Serious Sam 3 «Счастливого Рождества». Таким образом, Serious Sam 4 станет приквелом приквела к оригинальной части серии, что слегка смутило пользователей социальной сети. Некоторые даже пошутили, что разработчики в будущем собираются рассказать историю рождения Серьезного Сэма. Четвертую часть серии изначально планировали выпустить в конце 2014 года, однако неожиданно для самих себя разработчики фактически переделали Serious Sam 4 в головоломку The Tailors Principle, которая оказалась достаточно популярной среди геймеров. Тем не менее, никакой новой информации о четвертой части шутера так и не поступало до сих пор. Подробности игры по-прежнему держат в секрете и неизвестно, когда команда Croteam собирается сделать официальный анонс. Представители студии все же пообещали, что в игре не будет ковбоев и пушистых монстров. В последнее время появилось немало слухов о сюжетном DLC для GTA 5 и недавно слухи нашли весьма достоверное подтверждение. Известный в среде западного игрового сообщества Dataminer London Town 2004 обнаружил недавно новые файлы в клиенте GTA 5, которые служат в качестве основы новой системы управления игры. Эта система тесно связана с синглплеером. Новые файлы не являются частью стандартного пользовательского клиента и должны запрашиваться с сервера CAP, который используется студией Rockstar. Это практически невозможно, если вы не являетесь разработчиком, а также незаконно. Тем не менее, как только файлы оказываются на пользовательском компьютере, появляется возможность вручную установить новую систему управления. Полученная из файлов информация гласит, что готовятся сразу несколько сюжетных DLC и минимум одно из которых будет платным. London Town 2004 получил скриншот, который вы видите на экране. Игра требует проверить статус активации. Иными словами, клиент не позволяет запустить некупленное DLC. Когда пользователь обошел запрет, то получил доступ к новому игровому меню DLC. По всей видимости, игроки смогут прямо в игре включать и выключать дополнительный сюжетный контент. Ситуация с уходом Криса Винна не скажется на качестве грядущего ролевого экшена Mass Effect Andromeda. Такое заявление сделала студия BioWare на своей официальной страничке в социальной сети Twitter, сообщив, что разработка игры идет полным ходом. Крис был важным членом команды и мы хотим поблагодарить его за вклад в развитие проекта и пожелать ему всего наилучшего в его новых начинаниях. Разработка Mass Effect Andromeda продолжается в прежнем темпе. Силами команды BioWare Montreal, Edmonton и Austin написала BioWare. Напомним, что релиз Mass Effect Andromeda запланирован на следующий год для систем Xbox One, PlayStation 4 и PC. Как уже сообщалось ранее, в Андромеде не появятся старые персонажи, а боевая система игры будет похожа на Mass Effect 3. В конце лета создатели подтвердили онлайновый кооператив. В проекте The Division появится множество различных систем погодных условий. Ранее разработчики компании Ubisoft уже рассказывали о том, что погода в игре будет динамичной, а теперь главный художник окружающей среды Себастьян Линдов добавил, что погода и время суток будут влиять на игровой процесс. Можно выбирать в какое время дня или ночи будет протекать задание, а также какие погодные условия будут использованы в ходе миссии. Однако мы запретили использовать сильный туман для некоторых миссий, так как они могут серьезно повлиять на баланс сражений. Другие настройки погоды зависят от того, какие условия хочет иметь игрок во время столкновений. Эти опции влияют на видимость как персонажа, так и его противников, рассказал Линдов. Погодные условия и время суток, которые выбирает игрок, не обязательно будут статичны во время прохождения миссии. Разработчики предусмотрели подвижную и самостоятельную систему изменения погодных условий. Также команда Ubisoft ввела проработанную систему определения видимости всех персонажей. То есть дальность обзора и алгоритм обнаружения героев будет зависеть и от времени суток и погоды. Конечно же погода будет меняться в ходе выполнения заданий. Она непредсказуемая и основывается на математическом алгоритме, поэтому является полностью динамичной. Сильный туман и снегопад определенно влияют на обзор как главного героя, так и его оппонентов, чьи возможности для обнаружения игрока настроены должным образом. Дата релиза The Division запланирована на 8 марта 2016 года. Игра появится на платформах PC и на консолях нового поколения Xbox One и PlayStation 4. Сегодня я хочу посоветовать вам отличную онлайн игру Tech Wars. В ней мы будем пилотировать больших роботов. Суть игры проста, уничтожить всех роботов противника. Бои происходят на большой гексагональной карте, все свои ходы нужно просчитывать, ведь все оружие атакует строго в определенном радиусе. Игрушка отличная, не требует много ресурсов у вашего компьютера, но и может хорошенько увлечь. Ссылочка в описании. В прошлом выпуске я хотел узнать, как вы относитесь к играм Telltale. Я выделил три лучших комментарии. Это игр Минаев, которому нравятся игры Telltale, в особенности The Wolf Among Us и The Walking Dead. Крис Вайт написал большой и интересный комментарий о том, что ему нравятся игры компании Telltale, и призвал не забывать, что кроме интерактивного кино, компания раньше выпускала шикарные квесты, например, Сэм и Макс и Tales of Monkey Island, и я с ним полностью согласен. Также поделился своим мнением Welcome Ratchet Game, которому тоже понравились игры Telltale. Большое спасибо за комментарии, чай и тортик, ребята. Пишите в комментарии, что вы хотите в подарок на Новый Год, а я покажу ваши варианты в следующем выпуске новостного дайджеста. А на этом наш последний дайджест в этом году подходит к концу. С наступающим Новым Годом вас, дорогие зрители. Пусть в Новом Году вы будете слышать только хорошие новости. Удачных вам праздников!